Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале о женской красоте. В этом видео вы узнаете про кору дуба для волос. Буду благодарна вам, если вы досмотрите видео до конца. И если оно будет для вас полезно, то ставьте лайки, делитесь видео с подругами и подписывайтесь на мой канал. Величественный дуб со времен Древней Руси ассоциируется у людей с могуществом и силой. Неудивительно, что кора этого дерева еще в средневековье использовалась с девушками для укрепления волос. В состав коры дуба входит множество полезных элементов, которые помогают при лечении воспалений кожи головы и при перхоти, и при излишней жирности локонов. Кора дуба поможет остановить выпадение прядей, замедлит появление секущихся кончиков, а главное – сделает волосы крепкими, сияющими и красивыми. Из дуба можно делать маски, настои, бальзамы и ополаскиватели. Польза коры дуба Устраняет повышенную ломкость локонов, слабость, избавляет от проблемы перхоти. Предотвращает начало процесса выпадения волос и может использоваться в качестве природного профилактического средства. Оказывает укрепляющее действие. Пряди приобретают ухоженный вид за короткий промежуток времени. Значительно улучшает рост волос. Помогает в уходе за жирными волосами. Вылечивает секущиеся кончики и помогает в борьбе с сибореей. Маски с добавлением коры дуба используются для окрашивания волос и ухода за темными локонами. Отвар коры дуба от перхоти Для того, чтобы избавиться от перхоти, вам понадобится приготовить следующий отвар. Соедините вместе по 5 столовых ложек коры дуба и шелухи лука. Залейте литром кипятка и поставьте на небольшой огонь. Через час снимите отвар с плиты и когда он остынет, процедите. Наносите такое средство за час-полтора до мытья головы на кожу и волосы. Далее все стандартно. Покрываем голову пленкой, утепляем, а через пару часов промываем шевелюру обычным способом. Для усиления эффекта рекомендую этот же отвар втереть в кожу и после мытья. Ваши волосы стали тонкими и ломкими? Потеряли красоту? Вы ужасаетесь, когда собираете волосы по дому клочками? Вы хотите отрастить длинные волосы, но ничего не получается? Вы тратите много денег на псевдосредства для лечения волос? Если это про вас, то обязательно смотрите видео по ссылке в описании под этим видео. И вы узнаете простой секрет одной девушки, которой удалось сделать свои волосы густыми и длинными, которым стали завидовать все окружающие. А мы продолжаем дальше. Отвар из дубовой коры для жирных волос. Готовят отвар так. Полстакана коры дуба заливают литром воды и ставят на слабый огонь на полчаса. После того, как отвар остынет, процедите его и используйте для ополаскивания жирных волос. Не ждите ошеломляющего результата сразу же после первой процедуры. Только постоянное использование отвара приведет к желаемому результату. Проделывайте такую процедуру два раза в неделю на протяжении двух-трех месяцев, и вы добьетесь долгожданного эффекта. Отвар против перхоти. Основные компоненты этого отвара – кора дуба и луковая шелуха. Для приготовления отвара потребуется соединить 5 столовых ложек коры дуба с 5 столовыми ложками шелухи, а затем залить смесь крутым кипятком и проварить час на маленьком огне. После того, как отвар остынет, нужно втереть его в кожу головы, обернуть пленкой и укутать полотенцем. Через 1-2 часа следует помыть голову обычным способом. При лечении облысения лучше втереть отвар в кожу головы после мытья и не смывать. Маска с корой дуба от выпадения волос. Эта маска на основе коры дуба подойдет абсолютно всем. Она благотворно повлияет на кожу головы, укрепит волосяные луковицы, в результате чего ваши пряди перестанут безбожно лезть. Для приготовления смешайте кору, листья мяты и цветки ромашки, измельченные в кашицу. Затем добавьте несколько столовых ложек репейного масла и оставьте состав на несколько часов настояться. Непосредственно перед нанесением на локоны немного подогрейте средство на водяной бане. Такую маску оставьте на всю ночь, естественно надев полиэтиленовую шапочку и укутав голову полотенцем. Утром тщательно смойте состав шампунем. Далее ополосните волосы отваром коры дуба для того, чтобы закрепить результат. Рекомендую повторять такую процедуру один раз в неделю, чтобы добиться стойкого эффекта. Маска для роста волос. Для приготовления маски нужно соединить в эмалированной посуде 2 чайные ложки измельченной коры дуба, 2 чайные ложки листьев одуванчика, 2 чайные ложки ягод рябины и 2 чайные ложки листьев мяты. Смесь заливается кипятком, а затем настаивается 2 часа. Получившаяся масса распределяется по чистой коже головы, укутывается пленкой и теплым полотенцем. Смазкой нужно проходить 2 часа, а потом смыть. Если видео было полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте читать комментарии под видео. Подписывайтесь на наш канал.